Ваше Высокое Преосвященство 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 Ваше 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 Преосвященство родить по естеству, обретает во шреве и рождает младенца. Вот до нас это дивное чудо рождения Пресвятой Богородицы доносит священное предание, доносит вера Церкви. И мы в этом рождении Пресвятой Богородицы видим явление Божьей милости, потому что именно через нее воссиял свет правды и явился нам Христос и Бог наш в лице Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. О чему учит нас все то, о чем мы сейчас с вами размышляем? Во-первых, тому, что мы должны быть способны видеть присутствие Божие в своей жизни. Вот иногда действительно происходят какие-то удивительные события. И обычно нерелигиозный человек реагирует на эти события абсолютно непонятным и лишенным смысла словом. Повезло. Куда повезло? Кто это вез? Что это такое? Повезло. Даже слово-то нормальное мы не сумели подыскать, чтобы определить что-то неожиданное, великое, значимое, что с тобой произошло. А мы говорим, нет, не повезло. Это Господь прикоснулся ко мне в этот момент. Когда моих сил было абсолютно недостаточно. И разума не хватало, и воли не хватало, а Господь явил эту милость. Не повезло, а Бог прикоснулся к моей жизни. Вот такое чудо произошло и тогда, в доме Аким и Анны, когда эти пожилые люди вдруг осознали, что они могут быть отцом и матерью. И родилась причистая и преподословенная Дева Мария, которая сама по себе явилась великим чудом. Будучи человеком с плотью, с кровью, с нервами, со всем тем, что дано каждому человеку, она стала выше ангелов и архангелов. Выше всея твари, выше всего, что есть не только на земле, но и на небе. И в этом еще одно божественное откровение нам дается. Человек способен на такое духовное, нравственное, умственное и всестороннее развитие, которое способно сравнить его с ангельским миром. И мы знаем, что в опыте жизни святых давался такой дивный пример ангелов подобной жизни. Конечно, мы все очень далеки от того, чтобы в жизни своей осуществить эти великие идеалы, но мы должны сознавать, что способны по природе своей действительно стяжать Духа Святого и преобразить себя и окружающий нас мир. Только чтобы вера сохранялась в наших сердцах, только чтобы соблазны мира не разрушали наше сознание, нашу волю, наши чувства, только бы хватило нам сил держаться за ту путеводную нить, которую дарует нам Господь словом своим, великим богослужением, совершающим храмом, причащением святых христовых тайн. И да не потеряем этой нити. А если не потеряем, то сохраняем великую возможность спасти себя и более окружающий нас мир, потому что Бог желает этого спасения. Аминь. Всех вас сердечно поздравляю с великим двадцатым праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Всего Господи.